да сегодня мы будем это все делать без имен но я вам прямо сказать сегодня будет очень прям интересно всем на самом деле мы расскажем немножечко что происходит иногда в крипто мире в мире инвестиций когда ты выходишь на определенный уровень почему решили провести этот эфир там нет смысла вообще какого-то наказание таким образом это глупо мне кажется наказание у нас для этого есть юридический аспект чтобы кого-то наказывать а для того чтобы показать тем людям кто вообще в крипто мире как это бывает и как стоит действовать грамотно действовать с точки зрения закона с точки зрения безопасности для того чтобы когда вы а я надеюсь что все наши подписчики когда-то выйдут на очень высокие уровни доходов влияния и возможной известности уж не знаю что понимали как действует историческая ситуация более того что как бы у вас всегда есть контакты мои это и вы всегда подобных каких-то случаях можете обращаться к нам писать свои ситуации и мы вам будем помогать потому что но вы уже на этом лучше комментарий на день спасибо серёжа ребята продолжайте можете писать комментарии но сегодня эфир будет прям я вам говорю прям очень хороший и данный эфир будет для многих людей как минимум уроком что ли каким-то не только уроком инструкции по применению то есть что происходит в мире что происходит иногда в криптовалютном мире а особенно часто очень это происходит именно с почему на на психологии инвестора мы это ведем потому что здесь очень четко работает психика психологии людей и играет именно на ней потому что на самом деле не всегда про потеря своего портфеля да скажем так депозиты является самой большой проблемой в крипто мире поверьте поверьте нам мы это точно знаю так вот с чего начнем начнем с того что давайте тоже так завуалирована недавно не так давно поступает на телефон моего многоуважаемого супруга звонок звонок с определенной претензии с неясными вернее без определенной претензии как раз с неясными претензиями о том что якобы он у кого-то там что-то брал или руки лично деньги и теперь есть какая-то претензия и эту крупную достаточно сумму денег необходимо вернуть а мой муж как человек знающий опытный это инструкция номер один никогда ни у кого не берите деньги в руки никогда вообще и не занимайтесь не всякими доверительными управлениями все вообще вообще даже вы просто забудьте просто действуйте под направлению идите свои цели через вот то что вы умеете вы умеете работать инвестировать вы это должны делать все остальное не лезть это закон если по каким-то причинам я не знаю по каким это может быть причинам но вдруг по каким-то причинам у вас происходит денежный обмен с каким-то другим человеком любого формата абсолютно я сейчас не говорю не только про криптовалюту любого формата заключается письменный договор вот почему я работаю так и п хотя казалось бы могу спокойненько брать деньги на карту или на крипто кошелек и вообще совершенно не париться со всеми людьми кто у нас контракт и оплата происходит на официальный счет и по то есть я за это плачу налоги я это все отсвечу как раз таки для того чтобы не было никаких претензий соответственно поступает определенные претензии но как бы так как у нас соблюдены все техники безопасности мы понимаем что это не обоснованные претензии инструкция номер два когда вам поступает какой-либо звонок даже от вашего родственника самого близкого друга и вы понимаете что разговор идет какую-то не ту степь то у айфонов есть функция включить запись экрана диктофон всегда у меня лежит на первой странице давайте я вам перебью давайте прям так скажу мы собаку на этом съели и сейчас все телефонные разговоры которые потенциально выглядят для нас как-то не комфортными они все идут под запись все это складывается в папочку данная папка я вам прямо скажу держите ее у себя даже если вас попросят там не скидывай никуда ничего не делай вы потом можете сказать есть такая ситуация можно может быть можно как-то ее решить можно решить ситуацию эта папочка отправится в нужные когда есть пруфа то есть понимаете да вы собираете максимальное количество пруфов если вы понимаете что звонок идет какой-то странный даже просто вы кажется лучше запишите и папочку вот как правильно это сказал вы храните в нескольких местах на разных серверах с разными доступами для того чтобы это все как бы собирался и все кто были участниками этой всей цепочки абсолютно все отмечаются именами входящими звонками каждый участник является цепочкой я знаю сейчас люди которые непосредственно вчера со мной общались я их записывал на телефон я их об этом предупреждал потому что в случае чего вся цепочка строится они могут часто перестать общаться и вообще не общаться с нашей семьей нам все равно но как только все эти люди попадают цепочку эта цепочка будет раскручиваться до последнего выпла да соответственно почему это нужно даже если человек не задействован ну допустим через него с вами связываются такое тоже бывает но при этом при всем этот человек в любой юрисдикции любой страны с юридической точки зрения идет как свидетель ну то есть не организатор вымогательства потому что данное мероприятие называется вымогательство денежных средств а идет как свидетель то есть соответственно как участник процесса безусловно его ответить нельзя так вот а значит записываются абсолютно все разговоры после того если вы не дай бог попадать в подобную ситуацию что нужно сделать успокоиться вот тут включается психология потому что чаще всего люди давайте так если у человека есть реальная претензия по реальному факту с вашей стороны там кражи я не знаю как это называется кидалова да то есть что человек реально имеет доказательный факт того что он вам что-то дал и вы это у него забрали незаконно то человек пойдет обратиться в органы государственной власти потому что ему нет смысла обращаться к решалам так называемым по одной простой причине потому что решал берут за это деньги ну то есть смысл если я знаю что как бы кто-то у меня вася пупкин взял деньги незаконно соответственно зачем мне обращаться каким-то решалам и отдавать им часть этой суммы если я могу обратиться в полицию соответственно что происходит дальше люди на том конце провода они чаще всего настроены ну поймать вас в какой-то момент тревоги страха слабости какой-то для того чтобы вас морально задавить должен быть с их стороны некое воздействие на вас чтобы вас как-то испугать если вы поймались на этот крючок вы реально испугались то считаете вы можете проиграть данную партию чтобы этого не было вы просто действуйте по алгоритму который уже разработан который есть и мы действительно будем выдавать потому что инвестиции ребят это не просто вот купил на 10 долларов валюту на 2 цена выросла я стал там богатым да инвестиции это нет любые инвестиции очень опасно наверное может многие смотрели фильм сериал миллиарды может многие смотрели фильм дьявол посмотрите что просто там происходит и в таких ситуациях нужно иметь везде некую поддержку и в случае чего всегда общаться с ними более-менее корректно да то есть смотрите важно выдохнуть не впадать в панику продумать если вдруг да то есть как бы продумать абсолютно все свою речь как вы будете ее строить потому что это тоже очень важно потому что люди которые обычно решают какие-то вопросы это люди которые умеют слушать и умеют потом ловить за эти слова скажем так вот значит запись сделано следующий шаг это выявление тех людей которые участвуют во всем в процессе кто с вами разговаривал просите всегда представиться если человек звонит не со своего номера допустим с номера чего-то вашего знакомого или вообще в принципе какого-то непонятного номера попросите представиться для чего это нужно опять-таки для того чтобы собрать это все в одно большое дело даже если человек представляется нет тем именем абсолютно но вы уже можете понять где он как расположен с кем он общался вообще на самом деле такое бывает и человек может представиться ничем именем это вполне возможно но тем не менее это необходимо потому что у вас есть контактные данные у вас есть имя человека который с вами общался это все идет в определенном порядке я объясню в конце для чего далее если у вас есть имя этого человека реальное то вообще в идеале конечно иметь там допустим у нас есть спасибо прошлому опытом и лидером россии всему остальному прочему завязки в определенных структурах государственных которые могут вам могут выдать эту информацию если нет то есть очень много замечательных ботов платных чаще всего которые выдают вам всю информацию на человека не только не только я хочу сказать если вам нужна прям какая-то прям вот понимание что у вас конкретная проблема и вы не можете пробить человека никак пишите нам да да то есть если надо будет как бы мы подключим свои связи это не проблема у нас великолепное отношение с людьми я просто хочу сказать ребят всем большое спасибо за вчерашний отклик за вчерашний отклик за сегодняшний отклик вы действительно просто вот до сих пор мне пишут до сих пор отправлялись данные на людей во все инстанции которые можно было нам сказали одна кнопка только будет отжата и все то есть это не запугивание ничего но уже уже этот данный опыт мы проходили и мы знаем и мы знаем как по нему работать нас прям бывает что ведут и говорят что делать вот соответственно вы узнаете все-все-все максимально даже там паспортные данные это вообще в идеале если вы их узнаете там допустим это не так сложно узнать на самом деле достаточно просто если человек хотя бы когда-то покупал на свой паспорт билет электронный все он есть в сети это можно вытащить достать и достаточно быстро так вот значит собирайте всю 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 эту информацию и что происходит дальше если после какого-то вашего первичного разговора прекратилась коммуникация то есть вам никто не угрожает вас там не не качают вам не глобится в двери например да там и что-то такое то вы просто вот эти все данные спокойно храните я как бывший эйчар могу вам сказать 75 лет 75 лет это срок хранения нормальный срок хранения данных то есть вы просто это сложили вы знаете как и где это найти и спокойно забыли и живете дальше если вдруг это продолжается любым абсолютно способом звонками не звонками приходами личными всякое может быть бывает перед этим когда вы собрали эту папочку найдите пожалуйста доверительных лиц первое стране где вы проживаете в странах где вы физически находитесь это доверительное лицо номер один Доверительное лицо номер два стране где вы зарегистрированно прописаны ну и соответственно желательно чтобы если это та же самая страна где зарегистрированы те люди которые приехали к Kleene И, соответственно, вы точно так же в этой стране это доверительное лицо нужно иметь. И третье, желательно вообще в идеале сделать это, третье лицо, которое создаст шумиху на всех уровнях. Третье доверительное лицо, которым может обратиться в Европейский суд по правам человека, обратиться в СМИ, дать данные, то есть, чтобы обратиться в СМИ, чтобы вы понимали, это несложно. То есть, со всеми пруфами, вон у Ксении Анатольевны Собчак есть прекрасный канал Кровавая барыня, где есть блог. Вчера, кстати, она была отмечена, и вы видели, ей было отправлено также письмо на случай всего. То есть, если вдруг что, отправляются все пруфы с видеодоказательствами со всем остальным туда, нажимается кнопочка, это уходит, новость проверяется, соответственно, это все как бы максимально-максимально развивается. То есть, для того, чтобы, как раз таки повторюсь, был максимальный охват, необходимо максимально собрать информацию. То есть, вы не паникуете, вы не начинаете на себе рвать волосы, вы не бегаете и не думаете, что вот сейчас, что же мне сделать, там я не знаю что. Нет, вы спокойно действуете по инструкции. Почему? Потому что паника – это то, чего добиваются эти люди. Страх ваш – это то, чего добиваются эти люди. И самое важное, нужно понять один такой момент, мы живем в 21 веке, век цифровых технологий, и я так считаю, и буду так говорить. Мы прошли период 90-х годов, и почему вот надо как раз таки говорить вот именно о доверительном лице в одной стране, а в второй стране, которая есть, и, допустим, третья сторона. В одной из стран можно дело замять. Так бывает, что люди могут заплатить денег или еще что-либо, а вот две другие страны вряд ли можно будет подмять. Тем более, когда такие люди, они вращаются в разных кругах, у них разные двигатели, и бывает такое, что люди уже, в принципе, понимают, что, допустим, где-то им будет закрыт въезд из-за того, что они вот в таком уже письменном виде попали. Соответственно, этим всем доверительным людям передается вся информация с максимальным описанием подробностей того, что происходило, происходит и так далее. То есть прямо вся информация туда передается. Вот. Для чего это нужно? Для того, чтобы, если все-таки с вами что-то случилось, информации не осталось, и было понимание о том, где, откуда растут ноги. Было понимание о том, кого искать, было понимание о том, кому предъявлять претензии. Вам, возможно, от этого будет уже не легче, к сожалению, но в таких случаях я не помню. Да. То есть, но, тем не менее, как бы, как минимум, безнаказанным никто не остается. Далее, важный момент. В любом случае, в какой бы стране вы ни находились, установите, ну, то есть посмотрите, если в вашей стране такая замечательная красная кнопка. Я вот сейчас продемонстрирую, вы, наверное, не увидите, но вот тут вот есть в Таиланде такая красная кнопка. Это называется туристическая полиция. Если вы находитесь не в своей стране, где сработает 112 экстренный вызов, то, допустим, в Таиланде есть такая кнопка, где по одному нажатию на нее приезжает отряд полиции. Просто так. Просто если вдруг вы оказались в какой-то ситуации экстренной, то независимо от того вообще, это может быть, не знаю, недоиха авария, вы упали, не можете подняться. По любому поводу ищите вариант, как вам быстро связаться с экстренными службами. Далее. Если кач, так скажем, вот это вот, все эти разговоры не прекращаются. То есть если это все прекращается, то вы просто... Они могут еще эти разговоры перейти на такой момент, вам будут говорить, да ты что, мусорской, ты что там закраснил. Забудьте, ребят, просто забудьте все эти слова, вы идете по своей лестнице вверх. Не надо вообще, ну типа, вы живете в 21 веке. Раньше я тоже так думал, что я кого-то там... Да эти люди хотят причинить мне вред, вред моей семье. Я вам один момент объясню. Вчера, 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 мне сказали фразу, ты же здесь с семьей. И на этой фразе мне дальше сказали, мы можем тебе штампик поставить, и ты оттуда не вылетишь. Мы здесь живем уже 6 лет, мы как бы там поваровской, не какой-то не поваровской. И не портишь жизнь своей семье. Вот, что бы вы сделали, напишите просто в комментариях, это потом все пойдет за счет, что бы вы сделали на этом месте, на моем, или на месте моей жены. И знаете, я вам что хочу сказать? Что самый действенный метод, потому что откликнулась вчера масса, столько людей, вам огромное спасибо к аудитории. Я получил очень много личных сообщений, в которых было просто описано масса всего, что в любой момент только скажи. А у Нади то же самое было вчера. Нет, причем самое что интересное, у меня как бы ситуация такая, что я сама выросла на севере, и эту мою субличность очень редко можно увидеть. Я ее называю Нягинская Надя. Вот, и вчера один человек присутствовал, ну, так получилось, что когда все это происходило, он присутствовал, и он на самом деле был очень удивлен при субличности, потому что у меня просыпается, я не боюсь никогда подобных разборок, у меня все равно, у меня просыпается агрессия, потому что меня учили в 7 лет, как с помощью шариковой ручки убить человека. 7 лет. Ну, вот такой курс молодого бойца от моего папы. Спасибо ему за это огромное. Поэтому, в принципе, там вот какого-то страха, что что-то, кто-то придет, у меня нет. Уже эти моменты просто, они были когда-то пережиты. И данная ситуация, она сложилась уже по той схеме, которая у нас была разработана. Порой некоторые люди ищут специально таких людей. Некоторые люди, ну, в их окружении, они специально ищут таких людей. И с ними потом работают. И тут они сами пришли. И на заметку, я хочу сказать, на заметку, взяты были еще два человека в разработку. То есть все, кто там сидел за столом на тот момент времени, светанулись все практически на фотографии, и потом у них, я даже не знаю, что будет. Да, меня очень сильно радует, когда подобные люди потом еще и постят сторки. И как бы не понимают, что по лицу по фотографии можно найти на человека абсолютно все. Так вот, значит, зафиксируем, да? То есть у вас есть пруфы, доказательства того, особенно если идет, это я на личном, мы на личном опыте знаем, что если хоть одна угроза физическая идет в ваш адрес или вообще в адрес ваших близких, просто на словах, как там было, я тебе голову проломлю, но это не вчерашний разговор, это просто из предыдущих опытов. Все, для полиции это все, этого более чем достаточно, чтобы завести дело. Вот вообще более чем достаточно. Если разговор идет просто на каких-то таких тональностях, скажем так, без угрозы, то, конечно, безусловно, здесь спокойненько вы просто-напросто наблюдаете за людьми, слушаете их, записываете их. То есть, понимаете, это ваша база безопасности, чтобы вы просто-напросто имели весь этот пул того, что происходит. Итак, значит, дальше вы смотрите по развитию событий. Опять-таки, спокойно. Большая просьба в этот момент ни в коем случае не переставайте есть. Я знаю, что люди перестают есть на стрессе, они начинают забивать на какие-то свои простые дела, обязанности, на какую-то каждодневную рутинную жизнь. Ни в коем случае так делать нельзя, потому что вы психологически себя загоняете в яму. Вот серьезно говорю. То есть я всегда сторонник того, что делаешь, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Замечательная фраза, которая помогает тебе всегда переключиться. Ты можешь сейчас в данный момент решить этот вопрос? Нет. То, что ты можешь сделать, ты сделал. Значит, идем дальше, решаем другие вопросы. Это очень важный пункт, потому что психологическое ваше состояние – это залог того, что вас не смогут развести на деньги. Это залог того, что вы будете в безопасности. Далее. Если вы предполагаете, что, допустим, к вам могут прийти, то есть люди знают, где вы живете, максимально продумайте несколько вариантов. Первый вариант. Никогда не храните деньги, которые можно предоставить. Я думаю, что интересно, ребят, вот тогда, о чем она говорит. Самая бредовая история – это когда к человеку приходят и говорят, мы знаем, что у тебя есть, ну, знаешь, найди. Такого быть не должно. Но у вас, если вы инвестируете, у вас где-то должно быть на других вообще континентах все. А здесь у вас просто для жизни должны быть какие-то деньги. Все остальное, когда у вас действительно инвестиции, они должны быть на других континентах. Они должны быть так, чтобы даже вы могли к ним добраться с трудом. Это и в какой-то мере спасет вас, когда вы захотите вдруг неожиданно потратить эти деньги, когда они инвестированы на долгосрок, и спасет вас от каких-то других ситуаций. Далее важный момент. То есть вы продумываете, что все, вы в безопасности, у вас есть все записи, нужные люди оповещены, и далее вы ждете развития событий. Если происходит нагнетание, повторюсь, угрозы, телефонные или какие-то личные, кто-то приезжает, вам угрожает, то тут смело вы просто-напросто обращаетесь в полицию. Если вы находитесь на территории другого государства, то вы можете обратиться как в местную полицию, так и в консульство вашей страны. Особенно если те люди, которые вас качают, они тоже подчиняются консульству вашей страны. Дело в том, что как только происходит такая проблема, и вам говорят, что на уровне полиции мы решим такой вопрос, что ты там не выйдешь или еще что-либо, консульство решит. На уровне полиции вы можете делать все, что угодно. Решают другие инстанции. Поэтому если вы находитесь не в своей стране, это золотое правило, вы всегда находите контакты консульства. У меня есть контакты консульства на Бали, в Индонезии, у меня есть контакты консульства на Пхукете, в Таиланде, в Болгарии. Любая страна, куда мы приезжаем, первое, что я делаю, это нахожу контакт консульства. Мало ли что, он лишним никогда не будет. Вы его записываете куда-то себе и знаете, как вы его быстро можете найти. Соответственно, дальше вы просто ждете. Чаще всего, в 99% случаев, если вы все сделали верно, если вы записывали, и вы можете открыто людям говорить, я сейчас записываю наш разговор, в этом ничего страшного не будет. Это даже лучше так сказать, что идет запись разговора, потому что если будет какой-то суд, то запись разговора должна быть подтверждена, что второй человек знает, что есть. Да, то есть, соответственно, вы говорите, я вас записываю, ребят, все хорошо, продолжаем делать. Если вы не подаетесь панике, если вы не начинаете делать очень много ненужных действий, а действуете строго по инструкции, то, скорее всего, эти разговоры утикнут. Ну, если люди совершенно понимают, что вы спокойны, что вы знаете за собой правду, и что вы идете до конца. Соответственно, если вдруг это не прекращается, повторюсь, любой намек на угрозу, вы обращаетесь напрямую в полицию. В полицию страны, откуда вы, в консульство, если есть такая возможность, соответственно, в полицию страны, где вы территориально находитесь, прям максимально, не бойтесь. Вот тут вот лучше перебдеть и подать больше заявлений. Чем больше подано заявлений. Вот, то есть я когда отправляла пакеты документов, я сказала, есть патчей, еще не забудь, пожалуйста, человеку. Он такой, да, все окей, принято. Смотрите, вчера было отправлено три пакета документов. Ребята, которые здесь вчера тоже разговаривали со мной по телефону, там с нами беседовали. Вот именно по процессу данного дела, которые вот были подвижники, они здесь сейчас сидят. Там тоже вы в пакете документов, я сразу вас об этом предупреждаю. Было отправлено три пакета документов и четвертый контрольный. Четвертый контрольный. Вот если вы попадаете в какую-то ситуацию, вы потом поймете, что такое четвертый контрольный пакет. Это в случае, если у нас поступила угроза жизни, нашей семье, как бы. Это всегда, угроза жизни, она всегда поступает. Как только такие разговоры начинаются, сразу угроза жизни. В общем, и по данному моменту угроза жизни, она идентифицируется, сразу закрепляется за человеком. Неважно, это просто цепочка идет и там. Ты угрожал, не угрожал, там не будут разбираться вообще. Поэтому имейте в виду, что три пакета плюс четвертый, он на заправе. Да, в заявлениях вы всегда указываете максимально подробную информацию. Ну, то есть, опять-таки, из моего опыта, для того, чтобы полиции было проще с вами разобраться. Вы не просто скидываете пакет документов и говорите, а, мне угрожают. Нет, вы пишете, что такого-то числа поступил такой-то звонок. Почему это важно все фиксировать? То есть, от такого-то человека, с такого-то номера телефона. Он представился вот таким-то и таким-то образом. Произошел вот такой диалог. В процессе диалога было вот это вот это. Соответственно, прошу возбудить уголовное дело в отношении таких-то и таких-то лиц. Перечисляйте их, если, повторюсь, есть паспортные данные, вообще замечательно, по статье вымогательства и угроза жизни. То есть, вот эти вот две статьи, которые чаще всего выскакивают в подобных ситуациях. Угроза жизни и вымогательства. Все. И дальше, причем помните о том, что все заявления, особенно если мы говорим про МВД Российской Федерации, можно подать удаленно. Для этого вам не нужно быть в России. Это мы сейчас говорим для тех, кто из России. Для других стран наверняка у вас тоже есть эти услуги. Нужно найти эти выходы, чтобы они у вас всегда были... Да, я почему говорю, сейчас 21 век, век цифровых технологий, вы можете вообще это сделать удаленно. Вообще просто вы раскидываете прямо, и все это происходит удаленно. Еще знаете, что самое интересное? Если завтра, допустим, я обращусь в больницу, потому что у меня повышенное давление. И это случилось на базе и фоне вот этого вот всего. У меня повысилось давление, и мы это тоже вкатываем в карточку. И это все дело, оно прикладывается одно к другому, к другому, к другому, к другому. И там, понимаете, там моральный вред, физический вред. И потом это вот так вот все собирается одной большой розочкой. И вот этот потом человек, который вот это все говорил, он будет разговаривать уже совсем по-иному. Да, и он будет разговаривать не с вами. Запомните этот момент. После того, как вы передаете все документы в государственные органы, соответственно, всех этих стран, то уже будут разговаривать не с вами, а человек будет разговаривать, соответственно, с полицией, которая будет до него дозваниваться. Поэтому максимально, повторюсь, сохраняйте полную подноготную, собирайте все данные на всех людей, которые участвуют в процессе, потому что, повторюсь, даже свидетель здесь – это важное звено, потому что из нашего прошлого опыта свидетели тоже допрашивают. И, соответственно, как бы, да, есть факты, подтверждающие свидетели. Если есть подтверждающие факты, он же не будет брать полиции о том, что нет, этого не было, когда вот, допустим, есть зачет. Особенно, если, знаете, что мы еще узнали, особенно самое, что интересно, если человеку приходила повестка на тот момент времени, а он улетел из России, ему пришла повестка, то тоже могут еще под это подразумеваться. Хочет ли человек возвращаться теперь в Россию вообще непонятно? То есть мы это выясним в любом случае. Да, то есть здесь, понимаете, да, если, допустим, дело даже заведено, и человек находится в этот момент в другой стране, как и вы, то, во-первых, он под юрисдикцией находится, полиция той страны, где вы находитесь, и эта полиция вас будет защищать. В случае, если там происходит угроза, человека депортируют на родину, а там его встречает заявление на родине от вашей. Ну, то есть второй момент, да, то есть заявление с родины встречает, и по полной, соответственно, человека прогоняет уже по всем, по всем инстанциям. А потом начинает работать, это уже рассказываю из опыта, потом начинает работать маркетинг агентство, которое включает это все медиа-контент. То есть нам же всем нужен какой-то... Прогрев. Прогрев, да. Вот. Потом начинается этот прогрев. Все. И тут уже стопроцентный вариант того, что... Вот, если правда на вашей стороне... Я почему вообще не переживаю, потому что правда на моей стороне. Ну, типа, у меня вообще, типа, что произошло вчера, я так и не понял. То есть, если кто-то хотел вот так вот подумать, что мы такие глупые... Ну, ребят. Шесть лет проживания в Таиланде, это еще не значит, что за шесть лет... Нет, ну, что это вообще, в принципе, сколько угодно... Самое, что интересно, мы можем сделать так, что мы туда позвоним, там галочку поставят. Это что такое вообще? Это можно же сейчас просто Таиланд новости написать и сказать, вот такие ребята работают, которые готовы заплатить, там прикрывают доступ. А потом в консульство об этом заявить. А сейчас геополитическая ситуация, я хочу сказать, не очень хорошая, вот, как для рынков, так и для вот таких вот бесед. Геополитика очень сильно влияет. И происходящий момент, консульсты, если зацепят, уж очень захотят разобрать сейчас, любят все повышения в должностях. И я же говорю, мы нет-нет, просто сработали с такими людьми. Нет, еще есть замечательный человек, ну, вообще, в принципе, ну, это мы, если мы говорим про наш частный случай в Таиланде, например, есть замечательный человек, который сейчас курирует всю миграционную политику, всю миграционную политику, кроме того. Это замечательный человек. Его очень все боятся, потому что он не подкупит. Ну, вот так случилось, что и он уходил с миграционной политики, и он сейчас вернулся. И он ездит с проверками по всем областям Таиланда для того, чтобы проверить, насколько вот как раз-таки люди, которые являются гостями Таиланда, не нарушают ли они закон, не используют ли они какие-то левые схемы, и не делают ли они что-то, что противоречит вообще, в принципе, закону Таиланда. И он очень любит депортировать, он очень любит сажать в тюрьму, ну, то есть вот такой вот честный человек. Поэтому, в принципе, вот эти вот заявления по поводу того, что кто-то другой гражданин другой страны может прийти в полицию и поставить какую-то галочку на другого гражданина... В аэропорту. В аэропорту. То есть этот вопрос просто-напросто поднимаемый вот среди реальных людей, которые на это влияют, он может вызвать большой резонанс. Так вот, подводя некий итог. Я надеюсь, мы вас не утомили сегодняшним спичем, но, тем не менее, подводя некий итог. Если вдруг у вас происходит ситуация, что вы попадаете в какой-то кач, то в первую очередь сохраняем спокойствие, все абсолютно записывайте, все переписки скринятся. Это обязательное условие. Все переписки со всеми людьми скринятся, даже временные чаты, создаваемые неожиданно, каждый момент в этом во всем скринятся. Вчера произошел очень момент, на котором, наверное, на котором все и остановилось. Трабл-доден чат. Туда добавили меня. Я туда добавил еще одного человека, чтобы все скринилось. И, ну, прямо уже скажу, голосом было записано, слушай, ну поменяй ты никнейм, квот сделай, как у меня, и свой профиль скидывай. Человек тут же скринял это все дело. Бабах в папку. Голос записан. Вот, то есть, понимаете, да, все переписки скринятся, все звонки записываются, любая ситуация происходящая фиксируется. И в крайнем случае, ну, то есть, как бы это все собирается для того, чтобы подать заявление в случае, если начинаются какие-то со стороны, другой стороны, противоправные действия. Помните о том, что ваша жизнь и ваше здоровье, и жизнь и здоровье ваших близких не имеет права попадать под какую-то агрессию, под какие-то угрозы ни в какой стране мира. Ну, возможно, если только в какой-нибудь Африке, где есть какое-то племя со своими законами, где это разрешено, возможно, да. Но если вы находитесь в цивилизованной какой-то стране с законодательной системой, то нет. Только суд имеет право вынести какой-то приговор и каким-то образом что-то сделать. Во всех остальных случаях никто не имеет права. Поэтому вы все это собираете, максимально подробно все описываете, повторюсь, передаете доверенным людям на случай, если с вами что-то случится. Только это действительно должны быть доверенные люди. То есть, если с вами что-то случится и что-то происходит, то, соответственно, эти люди дают делу ход. Более того, желательно, чтобы у этих людей были даже доверенности от вашего лица, это прям вообще в идеале, подготовленные доверенности от вашего лица на подачу заявлений. Мы на этом моменте, ребят, многие скажут, вот там как так, доверенные люди. У нас есть, да, действительно, эти доверенные люди, и поэтому у нас окружение, ну, сейчас же вы не видите 25 человек, сидящих сзади, которые, о-о-о, мы вот вдвоем. Да, и более... У нас есть доверенные люди в разных странах, с которыми мы работаем. И эти люди доверенные, желательно в идеале, чтобы они не были связаны с миром криптовалют вообще. Это вообще в идеале. Чтобы эти люди просто понимали, что нужно делать и когда. Все. Тогда это прям вообще идеальный вариант. Соответственно, доверенным людям все это отправляется. И дальше вы смотрите на развитие событий. Повторюсь, сохраняем спокойствие, дышите, медитируйте, если это нужно, продолжайте действовать. Я не знаю, вот едите фруктики, вот так вот, чтобы они у вас... Чтобы витаминки получаете, да. То есть ни в коем случае не останавливайтесь. Продолжаем жить, продолжаем радоваться жизни каждому моменту и просто наблюдайте, что происходит. Потому что потратить время на вот переживания из-за людей, которые действуют незаконными способами, равносильно тому, что вы просто-напросто после этого будете жалеть о том, что вы потратили это время. Да. Вас пытаются выбить, если из колеи... Запомните одно такое дело. Любые инвестиции, любой трейдинг, который бы он ни был, он зависит от головы. То есть это полноценный ход математических, там, искусств будем так называть, это геометрия, это все вместе связано. И когда вас просто пытаются выбить из колеи, вот представьте, вы школьник, который сидит и контрольную работу решает по математике, условно говоря. И вы уже почти ее решили, вы знаете ответы, вас тут начинают сбивать с толку, постоянно вам что-то говорят, ругаются на вас. Все, у вас завалена контрольная работа, вы ее не решите. Тут то же самое в инвестициях, в трейдинге. Вы должны быть всегда спокойны максимально. И вот такие ситуации вас не должны выбивать из колеи. Вот такие ситуации вы можете просто перешагнуть и идти дальше. Запомните одно, вы идете по своей лестнице вверх. И все. Если вы уже начали такой путь и хотите его продолжать, знаете, что такие ситуации делают вас только сильнее. Знаете, сколько я людей за вчерашний день просто-напросто увидел вообще в новом свете. Которые мне писали, звонили всю ночь, говорили, как что делать, если что вдруг. Вот это так, вот это вот так распадывает. Я хочу вам сказать огромное спасибо всей нашей аудитории, которая вот так вот все просто-напросто безумная поддержка. Офигеть, какая безумная поддержка. И это я еще вот это видео буду выкладывать на YouTube. Некоторые ребята знают, как я умею делать маркетинг на YouTube. То есть он будет сильный. Да, и смотрите, важный момент такой. То есть если вы все подготовили, спокойно живете дальше, если это продолжается, повторюсь, есть угроза, то вы даете ход дела. Не надо ждать. Не надо ждать, когда угроза реализуется. Поверьте нашему опыту. Полиции, вот если поступает заявление зафиксировано с угрозами, со всем остальным, а когда оно подается через сеть интернет, если мы говорим про определенные страны, то тогда оно обязано быть рассмотрено. Чтобы вы понимали, когда у нас работало первое заявление в марте месяца, там затянулось так все вообще очень сильно, мне позвонили на Viber. Да, кстати. Мне с отдела, куда был направлен документ, мне позвонили на Viber и попросили все данные, которые есть, все видео, которые есть. Все улетело, и мне прямо сказали ответ, тут угроза жизни. То есть, смотрите, если, допустим, вы находитесь в другой стране, вы просто указываете и отправляете в другую страну заявление, вы указываете, что вы находитесь в другой стране, и поэтому вам необходимо, ну, как бы, вы можете связаться вот по, там, WhatsApp, по Viber, по Telegram, оставляете, как с вами связаться. Это тоже важно в такой момент. И, соответственно, да, то есть, все, даете вход в заявление и смотрите дальше. То есть, обычно, после того, как начинает заявление, то есть, вы там указали особенность номера телефонов, контактные данные и так далее, то, соответственно, после этого градус напряжения снижается. Либо он затухает совсем, либо это затихает на какое-то время. И здесь очень важный момент. Не факт, что это через какое-то время снова не появится и не повторится. Поэтому даже после отправки вы берете заявление, что обычно делаю я. То есть, у меня есть знакомые на территории РФ в Федеральной суде безопасности. То есть, когда заявление отправляется в РФ, я беру это заявление, его сохраняю и направляю вместе с пакетом документов и с заявлением своему знакомому с словами. Заявление подано, пожалуйста, проконтролируй. То есть, это я делаю для того, чтобы как раз таки было точно все доведено до логического завершения. На самом деле, ребят, мы не хотели вообще, ну, выносить это все, как бы, что там произошло, но мы... А смысл об этом? Мы много раз об этом говорили, что да, у нас были ситуации, мир инвестиций, он такой, и могу так сказать, если вдруг, если вот вдруг хотя бы один день вы не увидели в канале ни одного сообщения в моем канале, в трех каналах моих, вы не увидели ни одного сообщения или в шести социальных сетей что-то я не выложил, а веду и полноценно я, и там никого больше нету, то вы можете смело отжать красную кнопку и спросить, а где это с нами? И это будет очень интересно. А потом, я почему это говорю, а потом будут рассматриваться все вот эти цепочки, которые были. Да, то есть смотрите, опять-таки, возвращаясь к вашему действию, то есть наши действия мы хорошо знаем, они у нас отточены, у нас уже есть прекрасный опыт в прошлом, поэтому как бы возвращаясь. Если после того, как вы подали заявление, но угрозы не прекратились, вы подаете новое заявление, то есть вы начинаете прям постоянно фиксировать все и подавать заявление. И помните всегда очень важный фактор, то есть вы находитесь, даже если вы находитесь где-то, условно говоря, ну я не знаю, незнакомым у вас окружение, или в Санкт-Петербург. Или в Полтавской области. Соответственно, но вокруг вас есть люди. И если у нас, ну как бы с вами физическим контактом начинается какая-то угроза физического контакта, вы можете начать просто кричать, в этом ничего страшного нет, кричать и просить вызвать полицию. То есть это на всех языках мира будет примерно звучать очень коротко и понятно. Вы учите эту фразу на английском. Please I need help, please call to police. Все. Это поймут ли вообще везде. Особенно, когда вы будете въезжать и кричать. То есть вам даже не нужно там какими-то навыками боевыми обладать. Просто можно начать орать. Соответственно, эти люди, они понимают, что они действуют противозаконно. Соответственно, о привлечении лишнего внимания им не нужно. Скорее всего, на этом будет вопрос каким-то образом на какое-то время исчерк. Поэтому, смотрите, важный момент, да, если даже вопрос утих, вы ничего никуда не деваете. То есть все это лежит и готово в любой момент отжаться. Через полгода это выстрелит, через год это выстрелит, что-то произойдет. Отжаться просто в нужный момент, и это сразу же уходит. То есть вам не нужно будет повторно делать эту работу. Вот. Ну, из таких, опять-таки, практических штук, повторюсь, диктофон на первой, вот просто в легком доступе, то есть чтобы вы сразу же могли его отжать. Желательно вообще на быстрых кнопках где-то диктофон иметь, чтобы всегда в любой момент его включить. Вообще, в идеале писать все и все. Любые деловые переговоры, любые вопросы касаемо финансов, инвестиций, трейдинга, которые вы ведете не с самим собой, а с кем-то, фиксируйте. Лишним это никогда не будет. Память можно докупить, это стоит не таких денег, чем ваше беспокойство и безопасность. На этом, наверное, такой основной спич все. Я надеюсь, что большинство из вас, конечно, никогда с этим не столкнется, но тем не менее, всегда помните, что лучше быть подготовленным. Вот как бы краткий такой экскурс. Особенно новички, у которых начинает только получаться, бывает такое, что этих людей пробивают, пробивают по каким-то через знакомых, через кого-то и начинают вот такой кач, потому что человек не готов. Соответственно, в этом случае вы теперь подготовлены. У вас есть инструкция по применению, как действовать, что и как, и я надеюсь, что вы избежите каких-то подобных в принципе случаев и ситуаций. Ребят, вы можете продолжать писать комментарии свои. Дело в том, что у нас розыгрыш по комментариям будет. Вот. И пока вы пишете комментарии, наверное, договорил. Мне сейчас опять, я просто сижу, у меня информация поступает и поступает. Я хочу спасибо большое сказать. Я знаю, что этот человек сидит здесь прямо сейчас, и я хочу тебе сказать огромнейшее спасибо за твою поддержку, за твою помощь. Сегодня мы с тобой целый день прямо на связи. Я получил огромнейшие слова благодарности, я получил, я их еще и выразил, эти слова благодарности. и когда я приеду в то место, с меня огромный подарок, и в любом случае, то, что сейчас есть какая-то задумка открыть, мы это откроем. Я хочу тебе сказать еще раз большое спасибо. Ты здесь, все слушаешь, так сказать. Да, поэтому, смотрите, да, спасибо всем реально огромное за поддержку, потому что, ну, действительно, вот в таких ситуациях очень важно помнить, что нельзя оставаться в вакууме, да, почему сейчас мы это как бы в том числе и выносим, да, для того, чтобы дать, ну, некое понимание вам того, что как-то как бывает, ну, потому что смысл об этом молчать, смысл об этом молчать, а потом мы читаем, что, вот, кстати, Тай, он этим славится, к сожалению, очень часто здесь выносит криптонок. Просто приезжают, заламывают руки, там, требуют пароли, ходы, доступов и просто-напросто выносят у людей кошельки, поэтому, когда мы ехали в Таиланд, мы предполагали, что может быть, поэтому, как бы мы заранее, заранее продумываем все варианты исхода событий, и чтобы не читать потом просто новость, что кого-то вынесли там где-то, и мы понимаем, что, ну, хотя бы наша публика, наши подписчики, они в курсе того, что можно и нужно сделать, и понимают, каким образом, соответственно, действовать в той или иной ситуации, но, повторюсь, самое первое, сохраняйте спокойствие. Да, не надо ни о чем волноваться, знаете, что вы в любом случае выше этого вы в любом случае это пройдете. Причинить вред вам, ну, я знаю, что сейчас здесь есть люди, которые себя послушают, причинить вред вам в наше время вряд ли. Ну, даже если причинять вред, что от этого, что изменится из этого. Вот она и психология, ребята, это именно в тот момент происходит психология, когда вы понимаете, что ничего не изменилось. Знаете, у меня был такой случай, у нас у друга начались панические атаки, и он приходит, я как на каком-то эфире это рассказывала, он приходит к нам и говорит, слушай, у меня была паническая атака, я подумала, что я умру. Я говорю, и? Он такой, в смысле? Я говорю, ну, если бы ты умер, а что паниковать-то? Ну, умер бы. Тебе-то уже все равно. Он такой, ну, я как бы переживаю, что вы будете нервничать. Я говорю, а что ты за нас переживаешь? Ты за нас не переживаешь? Мы-то там и разберемся, мы взрослые люди. Ты за себя переживай. И все, как бы, и когда ты понимаешь это, ну, что произойдет? Ну, как бы, окей, убьют, да, обидненько, не так, как ты планировала это все дело. Ну, как бы, ну, уже как бы все. Ну, как бы, вот, что ты с этим сделаешь? Ничего ты с этим не сделаешь. Ну, произошло, произошло, ну, как бы, следующих реинкарнаций кистью не будут, ну, будешь мне, может быть, а может и нет. Да, и поймите, как только начинаются какие-то движения, вот просто мы только вчера начали вот это вот движение, начали с этим, со всем делом, тут же, тут же, прямо на месте начали со всем делом этим бороться, мы помониторили, помониторили, потом еще у нас люди помониторили, а потом еще люди людей помониторили, там профили закрыли, вы представляете, до этого сидели, а там раз, и профиль был закрыт, но какое-то время никто еще сторис не вставлял, так же все продолжается мониториться, так же все полноценно скриниться постоянно, еще бы вы ни укладывали, запись идет. Я хочу предупредить и тех людей, которые, ну, вчера с кем я разговаривал, из окружения, с кем у вас вчера вся эта беседа шла, и ваши все сторис скринятся, и все это опять скринится, в общем, пока пакет документов не будет полностью, полностью собран, до там. И пока эта история не будет убита на 100%. Когда эта история будет убита и закопана? Просто он пойдет в архив, но он никуда не денется. сколько у вас денег лежит на счету, вообще никому не надо. Вот кто-нибудь знает, сколько у меня денег на счету? Я очень сомневаюсь. Ну, я очень сомневаюсь, что кто-то знает, какой у меня портфель общий, полный, сколько у меня где лежит, на каких, где, кошельках, что нет, никто не знает. Но при этом я вот выставляю, что будет, там я вот на ТВТ заработала, или там на, не знаю, по большей монетке. Извините, пожалуйста, ребят, у нас скоро тут форум, вот, давай рекламу сделаем. У нас утверждено все, Ну, видимо, да. Давай будет утверждено, тогда и сделаем. Ну да, Хотел сделать небольшую рекламу, но уже, значит, не разрешает. Я хотел прямо представить, какая тема, возможно, будет в психологии вместиться. Вот, то есть, как бы, это как бы, потом мы уже сделаем все анонсы, когда это будет известно. Вот, а ТВТ, услышал. Вот, соответственно, как бы, безусловно, ну, то есть, смысл, вы перед кем хотите кичинуться или пропантоваться, сказав, что у меня на кошельке лежит столько-то битков, зачем вам это нужно? Ну, как бы, это никогда никому информация не нужна, она может только начать раздражать. Вы можете просто говорить, что я там веду портфель. Или сделал там я какой-то профит, да, там, в процентах, во всем остальном прочем. А там у вас, вы с 10 долларов сделали 300 процентов? Или вы сделали с 10 миллионов долларов в 300 процентов? Это никого не должно волнующий быть фактор. Это вас никак не характеризует, ни как трейдеры, ни как инвесторы, ни как кого. Поэтому диверсификация портфеля не забываем, риск-менеджмент не забываем с точки зрения хранения своих инвестиций. Обязательно учитываем все абсолютно риски. Даже если вы не думаете, что эта ситуация с вами когда-то случится, поверьте мне, вчера, когда мы утром ездили гладить слоников, я не думала, что вечером за ужином будет что-то. Будет вообще такой разговор. Да. И он, знаете, этот разговор, он просто высасывает энергию. Ну, он просто высасывает энергию. Кому-то он доставляет данный разговор, кому-то доставляет радость. У нас он высасывает энергию. Но если вы грамотно, очень быстро переключитесь, этот разговор у вас еще будет наполнять энергией, потому что очень много людей начнут присоединяться. Не бойтесь, ребят. Если у вас какая-то ситуация произошла, пишите, говорите нам об этом. Мы это будем освещать. Если кто-то там даже из нашего окружения это посмел делать, пишите, не беспокойтесь. В любом случае все можно найти. Все, что угодно, можно найти. И я уверен, мы найдем конечную точку, начальную точку, кто начал это делать. В любом случае. На всех есть абсолютно файловые документы. Помните о том, что если, допустим, да, вот нам пишут, что как раз с нами спасибо огромное, очень приятно, это очень ценно, да, и это очень ценно, что вообще, в принципе, такие есть люди среди вас, и прям огромное спасибо. И хочу сказать так, что когда, если это один человек вам угрожает, то это угроза жизни и вымогательства со стороны одного человека. Но если есть цепочка, есть заказчик, есть исполнители, то это уже групповая штука, а она по законодательству, она всегда наказывается немного сильнее. То есть здесь сейчас, в принципе, можно разобраться так, что здесь, в Таиланде, работает группа лиц. Которые занимаются... Да, мы просто нашли абсолютно многие фотографии различных людей, кем это здесь, ну, кто здесь, какими делами, можно сказать, заведует. И вы не представляете, сколько я там нашел еще знакомых своих, которые в этом, во всем там, друг с другом повязаны. Как оказалось, ну, значит, вот будут допросы вести по всем. Номера телефонов, все это привязывается к фотографиям со всеми делами там и полететь. Да, то есть задача просто собрать все данные. Задача просто-напросто максимально себя обезопасить. Со стороны всего остального есть компетентные органы, которые с этим могут разбираться. И помните, что, как бы, человек, находящийся на территории другой страны, он подчиняется закону той страны, на территории, в которой он находится, сколько бы он лет здесь не находился. Но, тем не менее, если у него гражданство, гражданство другой страны, то он подчиняется еще и другому законодательству другой страны. То есть, понимаете, да, по факту, что нужно бить сразу везде. Вот просто максимально бить сразу везде. Потому что у людей есть мамы, бабушки, тоже там дети, жены, бывшие, настоящие и так далее. Кто-то развелся, кто-то сошелся. Ну, такое неважно. То есть, вы максимально бьете по всем фронтам для того, чтобы портретать этому огласку. Ну, как бы, потому что чаще всего близкие люди даже не подозревают, что их там близкий человек занимается подобными вещами. Обычно у всех все происходит, когда вы видите человека. Почему мы об этом говорим на камеру? Потому что у нас, до нами правда. Ну, вот прям мы можем выйти и рассказать об этом. Вот и все. И почему мы об этом будем говорить? Да потому что надо об этом говорить. Мы живем в 21 веке, в веке цифровых технологий. Если у вас не раскачаны, если у вас не раскачаны соцсети, и у вас поступают какие-то проблемы, у нас эти соцсети работают на ура. Мы добились этого момента, наконец-то, чтобы у нас они жили. И огромное спасибо вам за то, что вы подписаны, смотрите, читаете, слушаете, даете советы, распространяете информацию, делитесь информацией. Не важно. Вы просто боги. Вот действительно, не мы, мы просто те люди, которые переносят это все, а вы действительно та аудитория, которая, ну, вы боги, я по-другому никак вас называть не могу. Сегодня мне просто меня завалили сообщениями, сказали, мне один человек просто написал, скажи кто, имя, фамилия, все. Я вам просто так скажу, вот Лена спрашивает, кто эти люди, интересно, пока нам не поступала физическая, угроза физической жизни, соответственно, пока это только собирается информация, соответственно, повторюсь, да, она есть у людей, и вдруг, если что-то произойдет, то вы об этом узнаете, потому что у одного из администраторов моего канала есть вся эта информация. То есть человек, как только, если что-то происходит, и я в определенное время не выхожу на связь, потому что когда вот такие, ну, как сказать, волнения происходят, есть у меня договоренность с определенными людьми, что в определенное время я выхожу на связь. Если я не выхожу на связь, то человек публикует в моем канале эту информацию, ну, и, соответственно, дальше дает ход делу. То есть вы не переживайте, если что, то без информации вы не останетесь. Все будет слито, начиная от паспортных данных всех замешанных людей. У меня, слава богу, копится большая папочка всех паспортных данных. Все видеоразговоры, все скриншоты, все-все-все вообще будет максимально вот прям разложено, выложено и предоставлено вам. Ну, нам это, возможно, будет уже не так актуально. Не пугайте вас, пожалуйста. Да не-не-не, не пугаю абсолютно. Я просто говорю о том, что все будет хорошо, я в этом уверена. Ну, из практики обычно, ну, как бы это не доходит дальше слов никуда. Но если вдруг что, вы не переживайте, вы все узнаете. С нами все окей. Мы как бы, у нас все классно, хорошо. Мы продолжаем работать, так и работаем. Мы продолжаем писать школу. В закрытом канале я продолжаю делиться подробностями, новостями. В открытом канале вы тоже получаете очень много информации. Заходите, переходите в Дискорд и Юниверсити. Для вас там есть новая информация по торгам, что такое трейдинг вообще, как с этим едят, что с ним делать. В общем, вот с этим по этому поводу смотрите информацию. В общем, мы продолжаем заниматься своим делом, ребят. У нас нету времени заниматься чем-то другим и этими разборками. Этими разборками пусть занимаются другие люди, компетентные, которые компетентны к этому делу, они относятся. И вот они пусть с этим разбираются. Они потому что некоторые прям звезду хотят наконец-то получить, когда если финика там почти всех уже поймали. И вот тут хотят звезду получить. Вот, соответственно, смотрите, просто-напросто, вот повторюсь, когда есть порядок действий, очень все спокойно. Вы выполняете нужные действия и потом просто-напросто продолжаете жить и ждете. Происходит какое-то развитие событий, новый пункт в этом порядке действий совершается и все. Не больше, не меньше. Ну, как вы понимаете, да? То есть как бы есть порядок действий, есть определенный пул того, что нужно сделать и как нужно делать. И на этом все. И на всякий случай отправляйте нам, звоните. Не переживайте, пишите. Да, вы можете менеджерам, ему прям целую статью написать, сказать, вот такой-то, 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 вот так-то, так-то. Мы поможем, объясним, мы расскажем. Мы с вами, ребят, на одной волне. Мы не хотим, чтобы был какой-то там негатив. Мы, наоборот, заряжены на успех, мы заряжены на то, чтобы вы получали информацию, чтобы вы понимали вообще, что может происходить. Поэтому это не у меня в канале проводится сегодня, а психология инвестора, потому что это один из самых ключевых моментов психологии инвестора. Как только вы начинаете расти, вас обязательно хотят за ноги спустить на землю. Это так всегда, это будут поступать с вами так близкие люди, там, знакомые, далекие люди, которые будут вас вспоминать через 500 лет, видя, как вы начинаете жить. Они будут захотеть вас спустить на землю. Вот чтобы такого не было, имейте в виду, мы всегда можем. Если что, вдруг, мы неплохие люди, мы не просим за это деньги, но мы любим справедливость и любим правду. Да, поэтому смотрите, если вдруг что-то забыли и попали в такую ситуацию, просто пишите, контакт, как мне написать, есть у меня в описании канала, там, так, как менеджеру Эду написать, есть в описании у него в канале. То есть прям пишите туда, говорите, алярм, ребята, нужна помощь, и мы со своей стороны вам расскажем порядок действий, что, как действовать. Я помогу найти, там, выходы на полиции тех стран, где вы находитесь, если необходимо сделать, ну, и будем, скажем так, создавать чистое юридическое поле в инвестициях. Вы помните, когда, ну, как бы, я понимаю, что у меня аудитория не вся с территории бывшего СССР, но, тем не менее, да, когда начались 90-е, после развала СССР, и появились кооперативы, да, люди начали заниматься бизнесом, и появились не очень, как бы, честные люди, которые этот бизнес отжимали. Отжимали деньги у них, что нужно было платить какую-то мзду и что-то такое, остальное прочее, да, то есть это вот был определенный период, когда не было еще правового поля в бизнесе, не было в бизнесе правового поля, поэтому был вот такой. Сейчас, к сожалению, в рынке инвестиций криптовалют еще не сформировано правовое поле, поэтому вот, ну, происходят такие случаи, а не происходит, потому что нет, как бы, понимания, как действовать, что делать, кому обращаться и так далее. Вот, соответственно, у нас есть работающий алгоритм. Как бы пока, во всяком случае, до вот 22.02 по Таиланду 5 декабря этот алгоритм работает. Соответственно, welcome, я готова помочь создать правовое поле и максимально кристальную честность, то есть мы за честность. Если человек честно потом зарабатывает свои деньги, он должен понимать, что никто эти деньги у него никогда не заберет в нечестном способе. Вот для того, чтобы это сделать, мы, собственно, сегодня и вышли к вам в прямой эфир, и мы уже больше часа болтаем. Может, кто-то пишет? Да, сейчас я еще скажу. И каждый раз, каждый раз мы стараемся апдейтиться в этом направлении очень сильно. То есть если нам еще что-то, вот кто-то нужен вот с такой позицией, мы общаемся с этим человеком, подписываем с ним договор, и он начинает полноценно-полноценно нас апдейтить. Как адвокаты со стороны, это как полицейские, можно так сказать, в общем. Но каждый человек у нас есть. Да, на самом деле, и очень хорошо, если у вас будет адвокат, желательно по международному праву еще, чтобы он узнал, как это в международке делать. У меня в силу того, что я юридическое лицо, у меня есть очень сильный юрист, и, соответственно, это человек, который консультирует, как составить заявление правильно, куда направить, какие-то моменты. Поэтому это я тоже с радостью все эти, как бы, ну, готова делиться непрямым контактом, но попросить этого человека, в силу того, что я получу ему зарплату, помогать, если это нужно будет вам, пожалуйста, welcome, это абсолютно легко. Так вот, давай проведем уже на контакте. Давай проведем. 97 комментариев, у вас есть там секунды-две написать еще, если хотите, комментарии какие-то, но, в общем, давайте проведем. Я открою сейчас экран, 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 сейчас переведу, все. Я надеюсь, что мы никого не напугали до такой степени, что вы скажете, ну, вы же укрепили леса вообще. Я не думаю, я думаю, что людей это должно как раз-таки укреплять. Ну, да. Такие моменты они должны укреплять, и позиции должны расти. Ну, то есть, в скором времени я прям уверен, мы вот сегодня беседовали прямо с человеком, я уверен, мы приедем в Россию и создадим вот это вот, вот эту вот базу, о которой мы сегодня разговаривали. Я очень сильно на это надеюсь. А ты включишь демонстрацию. Сейчас мы, да, мы найдем, пока вы пока пишите, там уже 102 комментарии, 104 комментарии, уборщики. Вот когда скажешь стоп, тогда выставь мне от вас свободно. Случайных. Пока я все ищу. 106 комментариев. Сейчас, подождите, еще пока. Та-ра-та-та-та. И у нас получается... Сейчас, как я, я все включу и пока не будем работать с этим. 107 уже люди пишут. Давайте стоп. Сделаем стоп. У нас здесь сейчас все. Вот так. 112 комментариев. Все, стоп. 112, окей. Вот, да, спасибо большое. Последний комментарий стоп. Все, последний комментарий стоп. Это у нас... 112. 112 комментариев. Один, два. Кстати, хочу сразу заранее сказать, ребят. Эта коллекция, она разрабатывалась для инвестиций в Буран. 30-я, крайняя NFT в данной коллекции. Вы только посмотрите на нее. Какая она красивая. Дизайнер очень долго старался. Разрабатывал. У нас сейчас загрузится, да, и вы все увидите. Дизайнер разрабатывал. Это название. Down the deep. Откупайте дно. Не переживайте вообще ни за что. Будьте в инвестициях. Учитесь. Занимайтесь трейдингом. И если вы получаете от этого удовольствие, то добро пожаловать в канал. Мы, по крайней мере, определим. Может, у... Кстати, может, кто-то есть в канале, и человек здесь находится. Ну, за 112. Сгенерировать число 7. Ничего себе. Вот это, да. Твое любимое, да, число, если не ошибаюсь? У меня немножечко подлиннее оно, но в том числе. Мы идем в начало обсуждения. Так, итак, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лена Савинкова. Лена Савинкова. Лена Савинкова. Ну что, давай еще раз посчитаем точно? Ну, если мы твой не считаем. Нет, мы не считаем, да. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лена Савинкова. Лен, присылай твой ТОН кошелек на ТОН Кипере, и данная NFT отправляется тебе, она равная, тридцатая, крайняя в данной коллекции. И совсем вы скоро увидите уже новую коллекцию, она уже готова, я ей все не заливаю. Вот. Лена Савинкова, жду. Мне всегда так радует, что Лена всегда так искренне радуется за всех победителей, всяких розыгрышей, и я очень рада, что сегодня победителем стала ты, и надеюсь, остальные за тебя тоже очень сильно порадуются. Супер. Спасибо всем огромное за сегодняшний эфир. Если будут какие-то вопросы по этой теме, пишите. Видео, как обработаем, выложим обязательно. Завтра оно уже будет. Да, на YouTube. И если будут какие-то вопросы по любым вот подобным вещам, если вообще что-то непонятно в мире криптовалюты, особенно вы чего-то боитесь, у вас что-то происходит нестандартное, пишите. Пишите, у вас есть два человека, которые, ну, как минимум, если даже не во всем этом разбираются, но могут помочь разобраться вам, и для нас это, возможно, будет новый опыт, и, как бы, слава богу, хватает и знакомств, и связи, и все остальное прочее для того, чтобы решить любую ситуацию. Нет нерешаемых ситуаций. Поэтому спасибо всем огромное, всем прекрасного вечера, и до встречи завтра. Всем пока-пока. До завтра. Пока-пока. Хочешь торговать биткоином и другими активами быстро, выгодно и надежно? Биржа BNGX откроет для вас безграничный мир рынка криптовалют. BNGX доверяют более 10 миллионов трейдеров со всего мира. Копи-трейдинг, фьючерсы, включая фьючерсы на нефть и индексы. Прямая интеграция с TradingView. Регистрируйся по ссылке в описании прямо сейчас.